Юрий Гагарин, легендарная Белка и Стрелка, Восток-1, Байконур. Эти имена и названия приходят в жизнь гродненских детей вместе с букварем и первыми школьными тетрадками. И пусть пока все не до конца понятно, пусть сегодня в их трогательной интерпретации международный праздник звучит как «День космонавтиков» им простительно. Главное, что ребята знают на зубок. Впервые космос покорился жителю той уже незнакомой им страны, в которой когда-то жили их мамы и папы, а значит, это и их праздник тоже. И этим обстоятельством ребята очень гордятся. Сегодня праздник «День космонавтиков». В этот день случилось то, что первый человек Юрий Гагарин улетел на Луну, в космос. Это очень далеко, и там очень много чего красивого, и там можно побывать на Луне, можно увидеть много разных планет, можно побывать в небесомости. Ученики начальной школы 1-й городской 10-й гимназии начали свой праздничный день с посещения тематической выставки в кинотеатре «Красная звезда». Здесь воспитанники лаборатории ракетно-космического моделирования познакомили ребят с макетами настоящих ракет. И пусть на них нельзя улететь в космос, зато потрогать, внимательно поразглядывать и даже пообщаться с руководителем настоящей лаборатории Александром Липаем, у них было и время, и желание. В заведующей лаборатории Александром Николаевичем Липаем показал детям самые выдающиеся из ракет, рассказал, как они действуют. Учащимся было очень интересно, и они принимали участие в этой беседе. Также совместно с областной библиотекой мы организовали выставку тематической литературы, посвященной Дню космонавтики, на которой учащиеся могут изучить данные литературы. Из кинотеатра «Красная звезда» праздничные мероприятия перенеслись в научно-технологический парк Купаловского университета, где воспитанники лаборатории ракетно-космического моделирования встретились с представителями научного сообщества. Технопарк – это место, где студенческие мечты и идеи превращаются в реальность. Здесь с помощью опытных консультантов научные знания трансформируются в производственные технологии. Поприветствовать парней пришли представители самого наукоемкого инновационного факультета ГРГУ – физико-технического. Именно там выполняется половина всех научно-исследовательских проектов университета. К слову, лаборатории ракетно-моделирования тоже руководят выпускники этого факультета. И они, как и сами кружковцы, вполне оправданно могут считать День космонавтики и своим профессиональным праздником. Ну какой же космос без ракет? У нас всех объединяет единая цель – это работа с детьми и формирование интереса у детей к естественным, к техническим наукам, к высоким технологиям. Ну фактически это то будущее, те ребята, которые являются потенциальными студентами нашего университета, нашего факультета и, естественно, потенциальными сотрудниками высокотехнологичных предприятий, которых все больше и больше в нашей стране появляется. И пусть не совсем высокотехнологично, зато ярко и с огромным энтузиазмом воспитанники лабораторий отмечают День космонавтики. По своей давней традиции в этот памятный день ребята запускают ракету. Все по классике жанра. «Восток-1», правда, с белорусским орнаментом, и Юрий Гагарин, правда, только на фото. Ракета, созданная кружковцами лаборатории моделирования, совершила свой первый и последний полет. Этот символичный путь длиной в минуту ознаменовал собой память о выдающемся историческом событии – в первом полете человека в космос. И в очередной раз доказал, что космос и ракеты стали смыслом жизни не только для профессионалов, но и для миллионов обычных мальчишек. У нас в областном центре технической творчества наученцев есть такая лаборатория ракетно-космического моделирования, где дети с 10 годов приходят и занимаются конструированием, выработанием и делом успоборницей модели ракет. Споборницы у нас взрывы, начиная от гордковых и кончающие чемпионатами света, чемпионатами Европы, этапами Кубка света. То есть это такой технический вид спорта. И в этом техническом виде спорта наши местные ребята задали высокую планку своим соперникам со всех уголков света. Гродинец Кирилл Жабровец в 2016 году стал чемпионом мира, в 2017 – призером чемпионата Европы. Плюс ко всему, 19-летний Кирилл был номинирован на уникальную медаль советского авиаконструктора Андрея Туполева Международной авиационной федерации. Это был класс С-4 ракетопланы, то есть задача взлететь на твердотопливном двигателе. Когда двигатель заканчивает работу, то сама система открывается и самолет планирует. То есть нужно налетать три минуты. Что такое три минуты, когда впереди вся жизнь? Для вечности в сущности ничего. Для чемпионата – целая вечность. И, возможно, именно такие парни войдут в историю не только престижных соревнований, но и своей страны – в разделе «Лучших специалистов ракетно-космической промышленности». Олеся Матвеёна, Кагаджан Патержанов. Новости Гродно+. Новости Гродно-космической промышленности. 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 Новости Гродно-космической промышленности.